Хочется сказать, что мы, короче, наверное, верить хочется, что мы будем жить вообще лучше всех. Замечательные с нас будут брать пример. Но для этого мы должны быть самые замечательные. То есть посмотрите в зеркало, подойдите и скажите, я с этого человека буду брать пример? И вы услышите, значит, ответ про будущее России. Вот с этого человека я хочу брать пример? Спуститесь вниз в метро и скажите, вот с этих людей я хочу брать пример? Например, выйдите на дорогу, посмотрите, вот, понимаете? К примеру, я многое тоже разъезжаю по миру, я вижу, где есть свои плюсы, где есть свои минусы. Вот, у нас есть масса плюсов. Иногда, когда к нам приезжают люди из других стран, они вообще поражаются, как в городе Москве может быть так чисто. Для такого огромного города, понимаете? Есть города гораздо меньше, европейские города, где кругом валяются бычки прошлогодней давности. Понимаете? Вот. Потенциал есть огромный, огромный. Конечно, в 17-м году очень многих поставили к стенке и расстреляли. Так же, как и институт благородных девиц расстреляли из пулемета Максима. Правильно? Это ужасно. А те, кого не расстреляли, те сбежали. И в какой-то степени мы потомки, к сожалению, воров, которых потом выпустили по амнистии, надзирателей и бандитов. То есть, это ужасно. Потомки обычного народа, который горбатился, работал. То есть, грубо говоря, нет вот этой вот голубой крови, которая умела брать ответственность и руководила людьми. Вот. Поэтому мы даже и у нас такое понятие не закладывать. Думаем даже по-другому. Но, несмотря на это, все равно, видать, что-то хорошее есть. То ли в самой земле, то ли так законно жизни устроено, что человек начинает все равно развиваться. По-любому сформировалась элита. По-любому сейчас уже не модно пить и курить. Раньше в 90-е, я помню, это было круто. Дорвались, так сказать. Появилось все, что хочешь. То есть, стали появляться другие нормы. Люди начинают заботиться своим здоровьем. Процветает, начинает процветать эта индустрия. Предупреждение болезни, а не индустрия таблеток. То есть, мы меняемся. Меняемся очень быстро. Меняемся в лучшую сторону. Я приезжаю в Европу, смотрю, какие там магазины. Вот такие маленькие, игрушечные. Приезжаешь сюда и чувствуешь размах. Хочется сказать, ешь твою медь. Вот понимаешь, прям круто. Конечно, есть масса, допустим, таких миллионников у нас, городов, где приезжаешь как будто 10 лет назад. В Москве примерно такая же была ситуация, может быть, 10-15 лет назад. Но и они тоже подтягиваются. То есть, потенциал огромный. Люди начинают работать, люди начинают зарабатывать. Я верю в то, что у нас все будет замечательно. И вот те последние события с Украиной, которые происходят, они тоже мобилизируют людей. И если каждый будет верить и что-то делать для этого со своей семьей, со своим здоровьем, со своим финансовым достатком, мы будем все лучше.